Меня глубоко потряс. Один факт вашей биографии. Вы снимались в фильме «Бассейн». Стромничная. Да, да. Съемки проходили на вилле в Раматюэле. В то время как раз шло расследование по делу Марковича. Два инспектора полиции приехали на съемки. Они стояли совсем рядом, вот как если бы вот здесь на лестнице. Но вы снимались совершенно спокойно. Казалось, что вы их просто не замечаете. Весь ваш мир как будто разделился на две части. С одной стороны, были обвинения в соучастии в убийстве одного из самых близких к вам людей. А с другой стороны, были съемки фильма, который стал шедевром. Как можно было такое выдержать? Я не обращал на это никакого внимания. Вел себя самым естественным образом. Но ведь это невероятная история. Да хоть будь там рядом сам дьявол, я все равно вел бы себя так же. Я бы сказал ему, что ты тут стоишь? А ну, вали отсюда. Полицейские вас допросили, а потом вы... А потом я вернулся на съемки. Это сейчас Олен так бодро все вспоминает. А тогда он только что вернулся в Париж со съемок бассейна, где ему и без того докучали допросами. И не успел даже зайти домой, как тут новая неожиданность. Эта новость молнией облетит весь Париж. Был он арестован. Он был схвачен на породе своего дома под вспышки репортеров и в полиции ему устроят перекрестный допрос. Он почти сознается в убийстве и почти сдаст своих, но на ночь его бросит в камеру. Он повзрослеет за эту ночь и утром мир увидит уже другого дылу. За эту ночь он успел очень много. Он собрался, все передумал, все рассчитал и теперь уже точно знал, какой ход он сделает утром. Теперь неожиданность была на его стороне и теперь он застал полицейских врасплох. Они уже потирали руки и готовили его в тюрьму, ведь он почти сознался во всем. Оставалась лишь самая малость – это его алиби, согласно которому во время совершения убийства он был на юге на съемках. И хотя это видели многие и полицейские сами приезжали к нему на допросы, при известной ловкости он вполне мог выкроить денек, чтобы под благовидным предлогом смотаться в Париж. Или поручить все своим подручным, выступив заказчиком убийства – убийство Стефана Марковича, прозванного журналистами телохранителем Делона. Об этом убийстве и вообще о деле Марковича мы выпустим специальное видео, где расскажем все подробности подписчикам нашего канала. А если вы пока еще не в их числе, то сейчас самое время это сделать. И не забудьте включить праздничный колокольчик, чтобы никогда уже не пропускать наши самые интересные новинки. В первый день ареста от неожиданности Делон наговорил на себя так много, что полиция уже не сомневалась в успехе. И они напрасно дали ему передохнуть, ведь за эту ночь он понял важнейшую вещь, которая спасла его от тюрьмы тогда и потом, уже после, не раз спасала от множества неприятностей. Он понял, что его, пусть даже самые честные и искренние слова, могут быть всегда и каждым использованы против него. Всегда и каждым, не только полиции, но и вообще любыми врагами и недоброжелателями, даже теми, а может быть и особенно теми, кто еще вчера был в числе твоих самых близких друзей. За эту ночь с ним произошла необычайная метаморфоза и в этой перемене, в этом умении преобразиться и даже, если хотите возродиться, словно феникс из пепла, высочайший и безусловный гений Делона, который всегда в самых сложных ситуациях сохранял хладнокровие, трезвость и ясность ума и, самое главное, продуманность и взвешенность каждого сказанного слова. На утро он заявил ошарашенным полицейским, что отказывается от всех показаний и настаивает только на одном – на своем железном алиби. И ничего другого не может пояснить, так как в момент убийства находился за тысячу километров от него и ему об этом ничего не известно. Полиции не оставалось ничего другого, как при таких обстоятельствах снять с него наручники, извиниться и отпустить Делона. Но на улице его поджидала толпа репортеров. Все хотели подробностей, что же произошло, и из сей толпы он выбирает только одного – иностранца, журналиста английской BBC. Они вместе едут к нему домой, и там Ален дает самое важное интервью в своей жизни. И именно с той поры все интервью Делона совершенно изменятся. Теперь это уже будут ответы не мальчика, но мужа. И сейчас мы покажем вам это интервью, которое никогда еще не выходило на русском. Итак, я только что вернулся с 48-часового допроса. Это не было развлечением, но что поделать? В любом случае я не очень устал, я вернулся домой, сейчас поиграю 5 минут бильярд, и я забуду абсолютно все. Все в порядке. Тело Стефана Марковича было найдено 1 октября. Люди говорят, что он был вашим телохранителем. Нет, он никогда не был моим телохранителем. Это все то, что плохие журналисты говорят. Прежде всего, он был моим другом, моим дублером, но он никогда не был моим телохранителем. Он был моим другом, другом Натали, и после нашего развода она стала его любовницей. Ну, это вполне нормально. Сейчас она свободна, может сделать, что хочет. Возможно, с одной стороны, это плохо, что она выбрала моего друга, но это ее жизнь. В вашем окружении было много искателей приключений, не так ли? Ну да, а почему нет? Я считаю, что это мое право выбирать себе друзей и быть выбранным им. Для меня не имеет никакого значения, гангстеры ли они, крутые ребята или, может быть, даже монахи или священники. На этих двух снимках Марк Антони, главный мафиоза и последний крестный отец всей Франции, который недавно скончался. И с юности был большой друг Алена Делон. Способны ли вы убить человека и убивали ли когда-либо? Ну, это очень странный вопрос. Самый разгар дела Марковича. Вот это ключевой вопрос. Обратите внимание, как отвечает Ален. Если я отвечу вам «да», люди подумают «ага». Но если я отвечу вам, что нет, то люди подумают «ага». Александр Маркович, брат Стефана, утверждает, что не раз встречал у вас дома месье Помпиду. Нет, это вранье. Он врет. Здесь стоит сказать, что Помпиду тогда был кандидатом на выборы президента, соперником действовавшего президента Деголя. О вас в Париже ходят слухи, как будто месье Помпиду и люди из его окружения неоднократно участвовали в сексуальных оргиях. И даже утверждается, что Делону очень нравятся подобные вещи. Ну, я называю это все пустой болтовней, абсолютно чистым вымыслом. Во время допроса полиция убедилась, что о никаких оргиях не могло быть даже и речи. Это было все проверено и подтверждено полицией, что никогда ничего похожего не имело места быть. Но лично я считаю, что наилучший вид оргии – это когда любовью занимаются двое людей, а не толпа. Хотелось бы также знать, правду ли говорят люди о ваших гомосексуальных наклонностях, а что, собственно говоря, в том дурного, если бы даже это и было бы правдой. Какие бы тогда были ко мне претензии? Я делаю то, что мне нравится. Если это мне нравится, я это делаю. Есть такая фраза Мишеля Симона, одного из самых известных актеров во Франции. Он говорил, что если вы хотите заниматься любовью с кем-то, хоть даже со своей собственной козой, то нет вопросов – занимайтесь. И главное, чтобы у вас была сама любовь. И именно это здесь является самым важным. А как считаете вы? Согласны ли вы с Аленом Делоном? Напишите об этом в комментариях. Спасибо.